Вечер в хату. И буквально всего лишь год назад я пользовался пленочной камерой, и это была пленочная камера, которая одноразовая. Это было очень прикольно. По-моему, это было долларов 12-13. Сейчас эта камера стоит почти 80 злотых, намного дороже, но по сути это те же 12-13 долларов, потому что инфляция пассивная. И это была такая вот одноразовая камера Kodak, там что-то там, что-то там. И она выглядит вот так вот очень прикольно. Через пол Европы пролетела эта хуйня со мной. Вот такая вот штука у меня есть, я не знаю, как он работает. Вот, до поезда мне еще 20 минут, поэтому я думаю, самое время его распаковать. Можно зарядить вспышку, нужно зажать эту кнопку, ждать. И, по идее... О, видите, загорелась лампочка, типа все, вспышка зарядилась. Вспышка была, не обманули. Глаза сейчас вытекут. Вспышка классная. Я никогда не пользовался пленочной камерой, и мне было это очень интересно. Я подумал, что это одноразовая, типа ты там сразу и пленка, и все есть, ее покупаешь, пользуешься, выкидываешь. Не экологично, но прикольно, потому что нафиг экологию. Я подумал, что это будет прикольно пофоткать что-то, проявить эту камеру. Я залез в интернет, посмотрел всякие разные примеры фотографий на эту камеру. Там очень классные фотографии. Если вы впишите название камеры, там будут вообще супер фотографии, супер вообще класс. И я вдохновился, подумал, что у меня будут такие же классные фотографии. И у меня была мечта поехать в Норвегию. Вы могли видеть эти видео на моем канале. И я с собой в Норвегию взял эту камеру. И вот в Норвегии я пользовался этой камерой. Я фоткал просто каждый свой шаг, каждый домик, потому что все дома там очень красивые. И потом у меня осталось еще очень много фотографий, потому что там была какая-то акция, типа по скидке. Можно было купить фотографии там, где 40 снимков. И за пару часов в Норвегии я не успел это все отфоткать. И потом я полетел еще и в Париж. И в Париже я добил эту камеру, и вообще все было супер классно. Потом я пошел в фотостудию отнести пленку на проявку. Потому что сам я это не умею делать, да и тем более, зачем мне ради какой-то одной проявки покупать разные эти всякие растворы, разную эту всякую фигню, и дешевле было пойти просто в фотостудию. Я пошел в фотостудию, и там я, конечно же, заказал проявку пленки, и сразу, чтобы меня ее отсканировали. И я ждал просто замечательнейшие фотографии, потому что я смотрел примеры фотографий в интернете. Они были просто вау. И в какой-то момент у меня пересылают в фотостудию на электронную почту отсканированные фотографии. Там было просто ужас. И, к сожалению, прям всех фотографий у меня, наверное, уже нет, потому что они загрузили это на Google диск. Нет, на Mail.ru диск они это загрузили, и эти фотки пропали через два месяца из этого диска. И сейчас уже нет к ним доступа, но какие-то фотографии почему-то были прикреплены, там, типа, пять фотографий было прикреплено просто в e-mail, а остальные были загружены в облако Mail.ru. Я не знаю, почему так это было сделано, но в данный момент у меня есть 15 фотографий, по-моему, которые остались с этой камеры. И эти фотографии не то чтобы выглядят ужасно, но они не выглядят так, как они выглядели в интернете. И у меня осталась пленка, которая вот была. И просветив пленку на окно, вот так вот, типа, знаете, ее растянул, просветил, оказалось, что там, понятное дело, больше половины фоток испорчены. Как я говорил, фотографий должно было быть 40, мне прислали, по-моему, 15. Я им пишу, типа, где все фотки? Они мне ничего не ответили, просто кинули в игнор. Спасибо, фотостудия. И, в общем-то, потом я получил эту пленку, которую мне отдали. И я просветил эту пленку на свет, и оказалось, что там намного больше фотографий. И там даже видно, что фотография прям супер классная, супер вот, ну, кажется хорошей. И ее почему-то не отсветили. Я не знаю, почему. Может быть, они поняли, что там больше половины фото какие-то говняные. И решили даже не тратить время и вообще не заниматься этой пленкой. На каждой фотографии какие-то пятна, которых нету на этой пленке. Я просветил тоже пленку на окно. И на этой пленке нету этих вот пятен каких-то. А на каждой фотографии какие-то просто в одном и том же месте какие-то точки. И я решил к выводу, что это в фотостудии. Мне заговняли эти вот сканы фотографий. Потому что у них, может быть, был грязный сканер. Либо им было лениво чистить и всякое такое. Они подумали, что фотки говняные. Ну и, типа, зачем тратить время и зачем мыть сканер. Вот. И, возможно, они ее плохо проявили. Возможно, что-то... Короче, не знаю. Вот тут вот... Не знаю, будет ли видно, скорее всего, не. Короче, на конце последние фоток пять. Они просто получились какими-то засвеченными. И я так подозреваю, что в фотостудии начали открывать пленку. Засветили и поняли, что здесь фотографии идут прям до краешка. И, в общем-то, короче, заговняли они тоже последние фотографии. Последние фотографии, я помню, были из Парижа. Но это не важно. Кому нужен Париж? Мне главное была Норвегия. И у меня было желание купить несколько таких камер. Но когда я увидел эту пленку, я просто разочаровался. И я даже не хотел просто думать об этой камере пленочной. Вот. Но потом, когда я сейчас недавно посмотрел на эту пленку, я вспомнил, что, во-первых, я хотел снять видео. А во-вторых, что там очень много фоток, которые они не отсканировали. И, возможно, я их сам могу отсканировать. Продолжение следует... У меня отбилось желание фотографировать на пленку, но также у меня есть желание все-таки переубедить себя и, возможно, либо купить новый фотоаппарат какой-нибудь, либо купить такой нормальный фотоаппарат, не одноразовый. Но в Польше очень сложно купить какую-то пленку. Либо она очень дорогая, либо она просто не продается. В общем-то, я не знаю. Возможно, я куплю опять такой одноразовый фотоаппарат. Возможно, я ничего не куплю. Но в одном из следующих видео я хочу отсканировать эту пленку своими руками. Я пока не знаю как, но я посмотрел видео уроки на YouTube. Вот. И, возможно, я отсканирую эту пленку, и фотки получатся много лучше. И когда ты сам сканируешь, их можно самому редактировать. В принципе, возможно, получится что-то получше, и, возможно, будут адекватные фотографии. Потому что фотографии должны были быть прикольные. Тем более там Норвегия. Пожалуйста, верните мне Норвегию. Вот так вот на ладошку мне положите и отдайте Норвегию. Вот. И, в принципе, опыт прикольный. Фотографии очень странные получаются, но, возможно, я просто не умею пользоваться. Хотя я почти все фотографии делал на улице с дневным освещением, и проблем не должно было быть. Поэтому я не знаю, что случилось не так, что пошло не так. Возможно, он был уже просроченный, возможно, был испорченный, возможно, что-то еще, возможно, все-таки фотостудия плохо проявила пленку, плохо сделала сканы этих фотографий. Возможно, короче, возможно, даже я виноват. Возможно, никто не виноват. Возможно, так должно быть. Если у вас был опыт с такой камерой, пожалуйста, напишите в комментариях вообще, какие у вас получили фотографии и вообще стоило ли это того Потому что, как по мне, пока что это странные такие смешанные ощущения Возможно, того стоило, возможно, не стоило Я не знаю Всем спасибо большое за просмотр В одном из следующих видео я буду проявлять эту пленку Точнее, не проявлять, а сканировать фотографии и, возможно, получится что-то прикольное Вот, и можете посмотреть мои другие видосы, можете подписаться на мой канал Можете вообще делать, что хотите, можете писать, что я... Что я... Да, можете писать негативные комментарии, можете позитивные Можете ставить лайк, можете дизлайк И всем спасибо, всем пока